Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну что ж, пресс-секретарь президента дал нам новое определение. Сезон, когда отмерзают уши и ноги. Поскольку этот сезон в России продолжается месяцев 8 в году, то я думаю, что встречи президента с народом нам ждать примерно столько же. В самом деле, минус 6 в столице непогода. Между прочим, чтобы вам так не было особо скучно, у нас в студии тоже здесь не май месяц. Потому что, видимо, до этого такой горячий был эфир у Юрия Пранько, что здесь кондиционер включили на полную, и мы здесь сидим все, закутавшись в шарфы и, собственно, шерстяные кофты. Что ж, столица непогода, но что это все по сравнению с катаклизмами, которые обрушились на восточные побережья США? Я думаю, мы все наблюдали последние дни по телевизору, в интернете, в социальных сетях. У очень многих там друзья, знакомые, собственно, и в Твитте, и в Твиттере, и в Фейсбуке. Все, что происходило. Но, кажется, самый страшный удар урагана Сэнди миновал, и восточное побережье потихоньку возвращается к нормальной жизни. И это значит, что матч состоится при любой погоде. Как вы поняли, я говорю о выборах, президентских выборах США, которые намечены согласно Конституции в первый вторник ноября, после первого понедельника ноября. А это происходит именно 6 ноября. Президентские выборы в США. Вот о них мы сегодня и поговорим. О президентских выборах, о том, какое все это имеет значение для России, и, собственно, кто вам, кто более матери истории ценен, кто вам ближе сердцу, Обама или Ромни. У нас в гостях Саймон Шустер, корреспондент журнала «Тайм» в Москве. Добрый вечер, Саймон. И Сергей Азнобищев, директор Независимого института стратегических оценок. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сначала я хотел бы относительно урагана все-таки разобраться. То есть, очевидно, что выборы пройдут как намечено, да? Да, я думаю, что выборы... Одну секунду, сейчас не слышно звука. Одну минуту. Сергей, вовы с выборами, да. Похоже, что да. Вначале, поскольку ураган – это вещь непредсказуемая, да, то вначале просматривалось возможность, что выборы могут перенесены. Но, слава богу, он потерял свою силу, пошел дальше, на север, и стал уже таким практически или почти что кротким штурмовым ветром. И это все дело скоро закончится, надеюсь, уже без человеческих жертв. Но коррективы, несомненно, внесены. И мне кажется, что коррективы в политической жизни сводятся все-таки к тому, что Обама получил шанс и, похоже, этим шансом воспользовался, чтобы поднять свою популярность или, как говорят, на Западе рейтинг. То есть показал эффективность руководства. Саймон, вот насколько высока оказалась готовность властей в этом случае? Особенно на фоне Буша и урагана Катрина. — Извините, у нас не работает все-таки микрофон, уже второй микрофон в студии не работает. Боже, что же тут до этого происходило? Саймон, посмотрите, сейчас, одну секунду, извините за знаменку. — Слышно? — Да, вот теперь вас слышно. Да, ну так что же, как себя власти проявили в этой ситуации? — Пока, рано сказать, эффект, по крайней мере, политический, только ощущается после, ну, нескольких неделей. Это всегда связано с тем, как власти помогают пострадавшим. Пока еще рано говорить о том, насколько эффективно они это делают, помогают жертвам. Пока мы еще, ну, только день прошел после... — Но сейчас все-таки я смотрел, что, например, губернатор Нью-Джерси, Крис Кристи, он даже признал эффективность действия администрации, хотя уж он-то, казалось бы, был таким вообще записным сторонником Ромни и выступал за него, и даже он признал, что администрация повела себя лучшим образом. — Да, Крис Кристи даже метился в эту президентскую гонку когда-то. Все его старались убедить в том, что он должен баллотироваться против Обама. Теперь он действительно высказался, ну, не совсем вот яростно за Обаму, но признал, что реакция была пока эффективная. Так что я думаю, это так или иначе будет сказываться на предвыборную кампанию, на гонку. Это, ну, учитывая того, что это неделю до выборов все происходит, это будет главная тема новостная. — Вот то, что Сергей уже сказал, Сергей Ознобищев, что Обама сейчас пользуется этой ситуацией, то есть он успел показать то, что администрация адекватно среагировала? — Ну, он старается это делать очень аккуратно, потому что для избирателей неприятно, даже неприемлемо видеть, чтобы такая трагедия использовалась в политических целях. За это уже критиковали Миттер Омни, потому что вчера он провел в штате Огайо, это решающий штат, можно сказать, там, где гонка... — Всегда решалась. — Да, всегда решалась, и в этот раз, наверное, особенно, он проводил там некие демонстрации и, ну, собирал пожертвования для жертв урагана. Но это воспринималось многими как использование как раз в предвыборных целях. Обама, в отличие от этого, взял перерыв три дня и руководил реакцией государства на ураган из Вашингтона. Он скоро собирается также в Нью-Дерси, чтобы непосредственно посмотреть на... — Немножко напоминает стратегию наших руководителей, которые говорят, вот мы не занимаемся политиканством, мы партия реальных дел. Вот, и сейчас и Обама себя пытается неким показать, так сказать, человеком реального дела. — Да, но он обязан просто этого делать. И это, скорее всего, будет преимущество для него, потому что, ну, Ромни просто не имеет тех рычагов, он не у власти, он не может просто. — А как, кстати, завершилась битва за Огайо? Я, так сказать, кто там... — Ну, пока не завершилось, пока не ясно, кто там победит. Где-то месяц назад там разрыв был довольно большой, где-то 10% и Обама побеждал. — А, по Огайо был такой разрыв. — В связи с тем, что там очень государству помогло восстановить промышленность после финансового кризиса. Эти все бейлаутс, ну, государственная поддержка, можно сказать, выкупы, да. Они очень помогли. И там безработица 7% в этом штате, в отличие от всей страны, где выше, где-то 8%. Я здесь хочу Сергея Азнобича спросить с другой немножко стороны. Вот, опять-таки, глядя на реакцию благосферы, в том числе на ураган, я удивлен, хотя уже, наверное, не удивлен, вот это вот то, что называется Шаденфройда, радость, злорадство нашей большой части, наших соотечественников по поводу всех тех бедствий, которые обрушиваются на США. Напоминает даже палестинцев, которые танцевали на улицах 11 сентября 2001 года. Откуда вот это вот берется, вот чтобы у соседа корова сдохла? Ну, вы знаете, берется... Берется из нашей советско-рабской психологии. Вот, жили все поровну, всем не доставало, чувствовали себя обделенными, все время зависели от мелкого чиновника, от мелкого начальника. Это все сохранилось, а сейчас к этому добавилась у нас еще и огромная имущественная разница, колоссальная, да? И при этом до социального мира не то, что далеко, а стало еще дальше, и все рекомендации, которые на этот счет когда-то писались, вырабатывались неплохими экспертами в нашей даже стране. Они отставлены в сторону. Вот нет мира социального, мы от него шагаем назад все дальше и дальше. Вы все следите за событиями. После выборов страна стала... И мне кажется, что власть, придержащая даже в некоторых эпизодах, специально делают такие какие-то вещи, это как-то как предвыборные, потом они оказываются уже, и частью нашей жизни у нас становится разделенной страна. По имущественному признаку, по социальному, по верующей, неверующей. Вот это все вещи, которые нас подводят к неприятным событиям. И как это все влияет на то, что вот люди так неблагожелательно относятся к Америке? Ну, влияет это вот, оказывается, как бы чуть ли не у нас просто в крови. Это давным-давно уже все длится. Да, вот как верно вы сказали, корова сдохла, вот соседские невзгоды, они воспринимаются как собственная радость. Это началось, ну, с момента там зари нашей перестройки, когда сжигали, изгоняли там успешных, случайно успешных фермеров, производителей, предпринимателей и так далее, и так далее. И вы помните, когда была ситуация, значит, с Японией? Ну да, с Фукусимой то же самое. Да, то вдруг, значит, у нас все это самое, нашлась целая группа людей, которые стали говорить о том, что это чуть не Господь Бог, на славу... Михалков, собственно, первый по этому высказался. Вот, а потом, значит, Крымск в этом смысле оставили без комментариев, да? Вот, что случилось, то случилось. Ну да, здесь действительно очень интересно, поднимаете вопрос, действительно, контраст того, что произошло, то, как сейчас американцы отреагировали на кризис, на наводнение восточных, на восточном побережье, и то, что произошло в Крымске, да? В частности, здесь вспоминается губернатор Ткачев. Что было каждого оповестить? Сэймон, а что там, действительно, каждого оповестили? Как работает система предупреждения? В этом плане там очень эффективно, похоже, работало, очень много людей эвакуировались. В некоторых районах это было обязательно. Ну, государство просто оповещало по телевидению, по радио. Ездили машины, которые, ну, громкой связью говорили, что вам надо уезжать. Ну, это в обязательном порядке. А некоторым просто советовались, и человек мог принимать решение сам, но когда видят, что уже вода поднимается на уровень метра, то уже, наверное, пора валить. Ну, вот это вот обошла фотография, то, как офицеры полиции приходят буквально на дома, и вот они вот до-то-дор, то, что называется, да? Двери к двери ходили, и предупредили, потому что телевизор там не у всех есть. Потому что крымские-то объявляли по телевидению, но там электричества не было. Телевидение не работало. Да. Вы знаете, вот я хочу здесь поговорить, собственно, уже выйти к основным темам этих выборов. Вот то, что Сергей Азнобич начал говорить, тема социального неравенства, которая в России очень сильно заявлена, и которая у нас проявляется в нашей такой национальной склонности, болезни под названием зависть. Насколько это является темой нынешних американских выборов? Социальное неравенство. В каком-то плане я бы сказал, что это связано или даже является главной идеологической темой этой предвыборной гонки и вообще соревнования между демократами и республиканцами. Если республиканцы выступают за то, что государство не должно вообще мешать, не помогать, вообще никак не лезть, чтобы не влезало в нашу жизнь, то демократы все-таки стараются настаивать на том, что государство обязано помогать нищим людям, людям, которые оказались в сложном положении в жизни. И вот эта реформа здравоохранения Обама как раз вот с этим вопросом очень тесно связана, потому что она обеспечивает здравоохранение, медицину и страховку медицинскую для людей, которые не могли себе позволить ее. Вот это вот Обама-кэрри, да? Оно в результате, после всех этих копий, которые были сломаны, это можно признать удавшимся экспериментом? Да, я думаю, это было успешно. Не именно так, как Обама это представлял изначально, но он смог, несмотря на жесткое сопротивление республиканцев в Конгрессе и Сенате, все-таки продавить этот закон. А как вот сейчас воспринимается то, что был большой скандал по поводу высказывания Обамы, что нельзя в Америке заработать деньги, разбогатеть таким, так сказать, вот чистым путем, что нужно, что фактически все богатые так или иначе получили свое наследство. Это по-прежнему вспоминают ему? Да, интересно, что вы как раз это вспомнили. Ну, если послушать запись, где он это сказал, да, это стало потом огромным скандалом. Спасибо нашему каналу Fox, который республиканский, да? Всегда против Обамы выступает. Но он говорил, он рассказывал про инфраструктуру и подчеркнул, я думаю, совершенно разумно и логично, что если у вас бизнес работает, в том числе, это спасибо дорогам, поездам, электроэлектричеству, которое работает. То есть тому же государству. Да, там уже государству. Извините, нам надо поблагодарить государству за то, что инфраструктура нормально работает. Да, Сергей, вот вы видите здесь некую параллельность между вот этими темами социальной справедливости, социального неравенства, как они в России ставятся и как они ставятся в Америке. Ну, параллели единства мира, оно проглядывает через многие детали, но единство тоже относительное. Потому что, вот мне кажется, что эта тема, она идет, если у нас, там, не знаю, вот прям, мне кажется, страна, страна или электорат, вот он ждет, есть некое такое, чуть не сакральное ожидание, такого популиста, да, вот, либерал-демократы нынешний, даже, это, так сказать, что-то такое послабшее, вот такого, на сильной закваске популиста, который бы, если бы сейчас были бы свободные выборы, мне кажется, взлетел бы, как ракета бы, откуда-то, да, появился бы, наобещал бы гору, значит, там, уничтожать богатых, там, власть богатых, и так далее, олигархат, вот это все, то, что вот такая, я бы сказал, удальцовщина некоторая, да, то в Америке это проходит таким рефреном, это постоянно имеется в виду, на этом играют, и вот Обама, он в понимании некоторых, может, даже многим, это такой, некий такой, кто знает историю европейскую, некий такой социалист, да, вот у него вот эти реформы, они имеют такой привкус, и вот он, он нацелен на то, что государство будет помогать, государство будет делать, государство вас не забудет, малый бизнес не забудет, если Ромни говорит о том, что малый бизнес сам по себе, заживет и поднимет Америку, вот так он говорит, но, понимаете, сейчас тоже уже уповать на то, что малый бизнес куда-то двинется, это наши, некоторые наши собственные иллюзии, ясно, что американская экономика, значит, от там сосисочного бизнеса, которым торгуют на улице, вот она никуда не выстрелит, Но тезис этот есть, и здесь пролегает некоторый такой идеологический водораздел между двумя кандидатами. Понятно. О выборах в Соединенных Штатах и о том, какое значение они имеют для России, продолжим наш разговор после перерыва. Добрый вечер, это снова программа «Археология». Говорим сегодня о президентских выборах в Соединенных Штатах. У нас в гостях корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер и директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Ну вот я хочу сейчас понять, собственно, как расколота Америка. Потому что, глядя на карты президентских выборов прошлых лет, я вот всегда вижу вот этот красно-синий раздел. Обычно потому, что красный цвет республиканцев, синий цвет демократов. Вот всегда получается так, что серединка Америки вся красная, а побережье закрашено синим. То есть такой четкий раздел между вот таким фундаменталистским, более морализаторским, более республиканским, в том числе библейский пояс американский в середине и такие более либеральные, более демократичные, более демократические открытые побережья. Этот раскол сохранился в Америке красно-синий? Да, безусловно, но я... его очень тяжело объяснить, но он сохранился. Я сам из города Сан-Франциско, который является, пожалуй, самой либеральной... Оплот либерализма. Совершенно. Но это на западном побережье. Я не знаю, это связано с разными факторами и с историческими, и социальными, и экономическими. Наши консерваторы, наверное, вообще скоро запретят Сан-Франциско. Сан-Франциско, наверное, 16+. Да, да, да. И часто говорится, что это не Америка. Это идеология или мантра, которая часто повторяется республиканцами, что настоящая Америка находится в середине, в глубинке, там, где живут настоящие американцы. Ну, это, конечно, обижает очень сильно людей из Сан-Франциско и Нью-Йорка, которые говорят, а мы что здесь? Другая страна. Но это существует и используется обеими партиями в политических целях. Но, действительно, когда я выезжаю из Сан-Франциско в глубину страны, чувствуется большая разница в менталитете, экономическая, в культуре и так далее. Это экономически как-то обеспечено, то, что все-таки на побережьях больше, я не знаю, такое производство виртуальной стоимости, это компьютерные, если брать Калифорнию, это компьютерные фирмы, там, Нью-Йорк это брать, это какие-то там рекламные агентства, бизнес-сервисы. То есть, грубо говоря, креативный класс по побережьям и такой традиционный американский класс посрединке. Да, в этом плане разница есть, но парадоксально, потому что на побережьях это наиболее развитые и экономически обеспеченные части страны, и богаче, если совсем просто выразиться, и в середине страны наиболее бедные. Значит, бедные люди, ну, казалось бы, должны поддерживать демократическую партию, потому что она старается всячески обеспечивать социальную поддержку и поддержку безработным и так далее. Но, получается, наоборот. Это, скорее, связано не с экономическими, а с культурными явлениями. Ну, да. А вот я такой, может, и неожиданный хочу вопрос задать. А не соответствует ли, Сергей, вот это разделение между серединкой США и побережьями нашему делению, так скажем, между Поклонной и Болотной, между путинским большинством и вот этим креативным классом, который выходил на Болотную и Сахарова? Но вы хотите это как-то спрессировать на карту? На карту, я боюсь, не получится. На карту не получится. Я чисто социально хочу понять, есть ли здесь такая корреляция? Мне кажется, что есть люди, которые привыкли полагаться во всем на государство, жить за счет государства, которые привыкли к этому, я бы сказал, социалистическому паразитическому состоянию. В жизни, да, во многом, да, конечно, что-то делая, но все равно требуя, чтобы государство и льготы обеспечивало, вне зависимости от того, сколько они делают, сколько они работают и как они работают. То есть патерналистское сознание такое. Патерналистское сознание, да. И люди, которые занимаются креативным творчеством молодежи, я бы так сказал, даже молодежи средних лет, которые я наблюдал на наших демонстрациях. Там были, вот там были и люди гораздо старше меня, вот такая, знаете, интеллигенция такой старой-старой кухонной закваски, вот обмотанной шарфами в этих самых кепочках под Вознесенского, значит, с трубками. Вот они там гуляли, прохаживались, для них это было, вот, как, как будто привычная сфера существования, да, при том, что все это происходило на морозе под 20 и там, и за 20 градусов. Вот это было. Они вышли, они почувствовали себя свободными, и это была их среда обитания. Поэтому, условно говоря, мне кажется, что можно и об этом говорить. Я не видел, чтобы какой-нибудь, там, в кавычках, левадо-центр вот занялся вот такого рода забавными, интересными, а может быть, и поучительными опросами общественного мнения, но в этом, несомненно, что-то есть. Вы знаете, левадо-центр, не левадо-центр, но у нас есть свои скромные инструменты социологического замера и аудитории. Один из них, это наш студийный телефон 651099, 6, код Москвы 495. Звоните нам и скажите, за кого бы вы проголосовали? Кого вы хотите видеть президентом США? Барака Обама или Мита Ромни? Вы знаете, я думаю, это не совсем такой пустопорожний вопрос, потому что, в общем-то, выборы в Америке, это... Я думаю, мы когда-нибудь придем в мир, когда весь мир будет выбирать президента США. Потому что наша судьба очень сильно зависит от американского президента, от того, кто станет президентом на следующие 4 года. Вот, и, собственно, голос внешнего мира, он очень сильно учитывается. 65, вернее, не учитывается, но его как бы надо иметь в виду. И постоянно спрашивают людей в разных странах мира, за кого вы хотели бы проголосовать. Так что давайте мы спросим наших слушателей. 65, 10, 99 и 6. Кого вы хотите видеть президентом США? Кто вам более симпатичен? Барак Обама или Мит Ромни? Саймон, ну вот вам, насколько вы считаете, можно спроецировать вот это вот разделение американское и сравнить его с российским разделением? Ну, я думаю, они все-таки разные. Городской население... Ну, да, вот как Сергей потерпал, здесь в России все-таки городское население скорее требует какие-то перемены. Это связано с тем, что они нуждаются в надежной системе защиты своих прав внутри, ну, судом, чтобы они были независимы от произвола чиновников. Такие вопросы, в общем, не стоят в Соединенных Штатах. Все уверены в этом. Так что главные, самые острые вопросы, которые стоят перед этим креативным классом в России, очень тяжело даже перенести, применить. Кстати, может быть, даже креативный класс России, он ближе в результате к республиканской программе, да, более, так сказать, уйти от государственного, меньше государственного вмешательства, так сказать, больше либерализма, больше свободы и поддержка частных предпринимателей. И как раз тот самый Уралвагонзавод, может, проголосовал бы и за Обаму, потому что им нужно бесплатное здравоохранение и так далее. Да, о чем-то можно сравнить. Патренализм, он скорее связывается с демократической партией, а республиканцы, опять же, требуют, чтобы государство всячески не мешало. И это действительно, да, Уралвагонзавод скорее занимается патренализмом. Так что, может быть, вы правы, но, опять же, сравнивать, настолько сильно отличаются социальные вопросы, которые стоят в России и в Америке, что тяжело сравнивать. 65, 10, 99, 6. Лидия хочет некие возражения предъявить. Слушаем вас. Да, я хотела бы сказать, что не говорите от нашего имени, что российские люди злорадствуют по поводу бед американцев. Понятно? Понятно, Лидия, спасибо. Вот голос российского. Вы знаете, к сожалению, я не говорю от имени всех, и, так сказать, я благодарен Лидии, что она сказала. Но, по крайней мере, то, что мне доводилось последние три дня видеть в благосфере, в социальных сетях, это вот очень много такого злорадства. Я думаю, оно не в первый раз случилось. Саймон, вам это знакомо, да, то, что, так сказать, люди здесь, впрочем, и в других странах, вот так вот высказывается по поводу американских бед. Американских, неамериканских, не знаю, но всегда найдутся, извините, дураки, которые будут высказывать такого рода вещи. И в Америке, когда происходили разные там землетрясения, в Иране, находились люди, которые говорили, вот это вас наказывает Бог. Просто они привлекают очень много внимания, и легко из-за границы сделать вывод, что, о, вот тот народ, раз там кто-то поднимает такой шум, весь народ считает так. Но это всегда очень мало людей, и Лидия очень правильно подчеркнула, что это никак не представляет мнение. Но будем надеяться, да, я на таким голосом обиженным говорила прям. Хорошо. 65, 10, 99, 6. Кого вы хотите видеть президентом США? Кто более, так скажем, интересен России в качестве президента США? Барак Обама или Мит Ромни? 65, 10, 99, 6. А вообще, насколько силен, насколько силен вот этот вот фундаменталистский центральный пояс Америки? Насколько он сильно прописан в американской культуре, в американском менталитете? Вот это вот моральное большинство. Ведь если вспомнить последние годы, было же вот эта вот партия чаепития невероятно сильно. О себе заявила вот этот Рэнд Пол, которого Хомский даже назвал американским фашистом. Насколько сильна вот эта вот библейская Америка? Она невероятно сильна. Это огромное количество людей. Я не буду сейчас там говорить, сколько процентов, но их очень много. И это очень большой электорат. Для любого политика, особенно республиканца, они обязаны как-то с ними работать. Республиканцы, как мы видели еще в праймерис, предварительные выборы, да, когда республиканская партия решала, кого все-таки выдвигать против Обама, они, там мы видели, что все стараются подыгрывать и привлечь эту часть электоральной базы республиканской партии, потому что она самая яростная. Эти люди как раз готовы выходить и агитировать за партию, за кандидата. И надо было убедить вот эту часть населения, что это наш кандидат республиканский, он христианин, он поддерживает все эти ценности этой партии чаепития, да, Tea Party. Так что, так или иначе, считаться с ними надо будет, несмотря на то, что они часто кажутся тем жителям прогрессивным на побережьях США совершенно странными. Ну да. Так, мягко скажу. Кто более выгоден России в качестве президента США? Барак Обама или Митромни? Алексей, слушаем вас. День добрый. Добрый вечер. А, добрый вечер, да. Знаете, мне так кажется, я хотел бы вот по поводу Америки высказать, вот ваш гость сказал, что центр библейский поезд, это, в общем-то, патерналистские люди, которые, в общем-то, бездельники, которые надеются на государство, по-моему. Не-не, вы, по-моему, Алексей, не так, не так, мне кажется, поняли. Как раз надеются на государство больше на побережьях. Да, да, возможно. Вот именно креативный класс, это, в общем-то, и есть, как бы там, бездельники, можно так грубо говорить. Вот, а сердцевины Америки, библейский поезд, вот у меня, как бы, родители просто в Америку ездили, это, как бы, люди, которые, республиканцы, в основном, вот, которые будут голосовать за Ромни, и я считаю, что для России Ромни будет гораздо более правильным президентом, вот. Почему? В чем, в чем его правильность? Ну, потому что более ясная политика будет Соединенных Штатов по отношению к России. То есть сейчас она, она, в принципе, на самом деле особо не изменится. Она, как бы, была и есть, но просто вещи будут названы своими именами. Вот. Тем более я считаю, что, простите, что все-таки Америкой должен руководить, то есть президент не должен быть негром. Ух ты. Вот это, вот это сильное заявление. В нашем эфире мы можем вызывать. Да, в нашем эфире, да. Да, Алексей, я думаю, Саймон, я думаю, что в Америке такое высказывание имело бы последствия. Даже не знаю, что сказать. Я думаю, никто бы не посмел так сказать в эфире. Я думаю, что да. Ну, просто слово отличается немного. Нет, ну и вообще, что значит «не должен быть»? Америка, по-моему, она, по-моему, этим и прекрасна, и Обама этим прекрасен. То, что он доказал, что после столетий вот этой вот борьбы любой, в том числе и афроамериканец, представитель любой совершенно расы, национальной группы, может стать президентом и эффективно управлять страной. Это прекрасный урок для всего мира. Да, и это достижение его, и я думаю, скорее не его, а самой нации, как считается, это завершение этого движения, которое начал еще Мартин Лутер Кинг, да, за равные правы для афроамериканцев. И, естественно, завершение того движения является то, что сам президент становится афроамериканцем. Так что мы прошли этот путь. 65, 10, 99 и 6. Кого вы хотели бы видеть президентом США? Кто интереснее, кто более полезен будет России в качестве президента США? Обама или Ромни? 65, 10, 99 и 6. Ну вот сейчас мы уже вышли, собственно, на феномен Обамы. Это ведь политик совершенно нового типа, помимо его цвета кожи, ведь он пришел на совершенно другой волне поддержки, очень сильной такой мобилизации сетевой политики. Сергей. Он, я бы сказал, что, да, сейчас сетевая политика у нас везде, сетевая революция, и к чему только ее как бы не прикладывают, но все-таки Обама пришел на сильной антибушевской волне. Вот недовольство предыдущим перед Обамом президентом, его политикой, оно было очень сильно. И к тому же случился и экономический кризис, и оказалось, что вот эта вот иллюзия, что мы, мы, как сильные мира сего финансисты, банкиры, политики ведущих стран, давным-давно научились управлять экономикой, и что уже не случатся страшные кризисы. Это все оказалось иллюзией. Потому что, перефразируя одного известного нашего человека, да, оказалось, что капитализм – это контроль, тоже контроль, да, вот этот контроль был упущен. И случился кризис, упущен был он на протяжении многих и многих лет. И в центре кризиса, и толчок к кризису, конечно, дала американская экономика. Это, так сказать, это ясно. И, соответственно, вина полностью легла на Буша. И на этом фоне Обама, кстати, тоже интересная деталь. Я вот как раз тут подумал о том, что вот креативный класс, о котором мы говорим, что они поддерживают демократов, они поддерживают Обаму, что там ожидание такого именно президента, которого только что назвали негром, оно было давно. Вспомните, сколько фильмов американских уже было, в которых выступал президент, там, афроамериканец, да, вот это было давным-давно еще, были белые президенты, никто даже подумать не мог. А в фильмах уже это все присутствовало, такой мудрый, значит, сидеющий, так сказать, более преклонных лет, чем Обама, все это уже было. Вот, но, значит, мне все-таки кажется, что вот это вот отрицание, оно было очень важно, но и, конечно, и креативная часть, позитивная часть Обамской программы тоже сыграла свою роль. Его опора на определенные, естественные совершенно поддержки, со стороны этнических, меньшинств, хочется сказать, но, на самом деле, большинство, нет? Уже, да. Да, вот, со стороны этих людей, которые живут в Америке, чувствуют там себя спокойно, вот, ждут определенных тоже льгот от государства и благ от государства, и их получают. Вот, поэтому, поэтому это очень важно. Да и сейчас, кстати, вот, очень интересно строится компания тоже. Обама выдвигает программу, которая развивает то, что он сделал, а программа Ромни, она, в общем, строится-то в основном на отрицании Обамы, да? У него, если посмотреть его, то, что там понаписано на его, там, МИД, Ромни, там, Ком, да, вот, понаписано, значит, в основном это все, вот, вот, Обама сделал, и мы будем делать иначе. Своего, своего очень мало, отрицать какие-то вещи он не может, он в чем-то с Обамой соглашается, и очень, очень интересно, конечно, и то, что вместо простых каких-то вещей, он тоже пытается эпилировать кому-то, он такие там, по поводу внешней политики, целые Талмуды, которые никто не будет читать, там, как-то написано, Америка Сенчери, это, вот, значит, 21 век. Почему это Америка Сенчери, когда при том же Буше, как Буш как раз продемонстрировал наглядно тем неаконом, которые выступали и утверждали, что все, американское лидерство, оно безусловно, да, что вот, кто с Америкой пойдет, тот, значит, и будет в этом 21 веке всем верховой. Это казалось, что это американское лидерство сломало себе все, что можно на таком, казалось бы, простом оселке, как Ирак. Ну, а внешне по внешней политике мы еще поговорим после перерыва, пока хочу напомнить наш телефон, студийный 65 10 99 и 6. Кто более интересен для России в качестве президента, Обама или Ромни? Андрей в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что для России разницы никакой не будет, что Обама, что Ромни, так как внешняя политика, как правило, с приходом другого президента практически не меняется. Внутренняя, наверное, да, там для американцев для самих есть какая-то разница, а для России не думаю, что какая-то разница будет. А все вот эти выступления, высказывания, там Ромни, допустим, они носят скорее предвыборный такой характер, а с приходом к власти, как правило, линия остается... А вам лично, Андрей, кто симпатичнее, если бы вы, скажем, голосовали? Ну, знаете, я как-то вот, скорее всего, за Обаму проголосовал бы, потому что там с ним более-менее все понятно, то есть можно предсказать какие-то его действия. Ромни насчет этого такой, ну, не совсем, для меня, во всяком случае, не совсем понятный вопрос. Ну, понятно, ясно. Спасибо, Андрей. Я должен сказать, что вы не едины в своей поддержке, потому что был довольно большой глобальный опрос около двух недель назад, где-то 50 тысяч человек по всему миру было опрошено, 50% людей готовы голосовать за Обаму, и только 9% готовы голосовать за Ромни. Саймон, почему... А все остальные что? Ну, видимо, да, не определились, не знают, не хотят голосовать и так далее. Да, было 50% за Обаму, 9% за Ромни. Почему Обама настолько популярнее в мире? Ну, есть некий феномен, действительно. Я думаю, по большому счету это связано с его внешностью. Это действительно показывает, в отличие от Буша-младшего, что Америка не такая замкнутая страна. Она не смотрит только вот на себя, ну, на образ там... То есть это символ глобализации Америки, да? Чем-то да. Это показало открытость этой страны и также свои политики, свои речи. Он показал, что Америка все-таки открыта к диалогу со всеми, вплоть до Ирана, Северной Кореи. В начале, как он говорил. И это, я думаю, удивило после 8 лет с Бушем-младшим, удивило многих, и это впечатление осталось. Ну, да, не побоюсь этой метафоры, лицом Обамы Америка развернулась к миру, так сказать. И мир это оценил. А насколько это цените вы, наши слушатели? 65, 10, 99 и 6. Позвоните нам и скажите, за кого бы вы голосовали? За Обаму или за Ромни? Мы пока уйдем на перерыв. Добрый вечер. Это программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Наши гости сегодня корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер и директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Говорим мы о президентских выборах в США, которые создаются в первый вторник ноября после первого понедельника, то есть через 6 дней, 6 ноября. Напомню, наш телефон студийный 65, 10, 99 и 6. Звоните нам и скажите, кого бы вы хотели видеть президентом? Кто более выгоден для России, Обама или Ромни? И давайте сделаем еще опрос, смс-голосование. Номер 5533. Пришлите смс с буквой А, если бы вы проголосовали за Обаму, и с буквой Б, если вы проголосуете за Ромни. 5533. А. Обама. Б. Ромни. Давайте поговорим о выборах в их отношении к России. Хотя один из слушателей нам сейчас сказал, что для России это никакого значения не имеет. Но вот если, так сказать, аналитически посмотреть, кто выгоднее для России? Хотя что такое Россия? Россия Путин, Россия режима, Россия, так сказать, среднего обывателя городского. Но все-таки, кто будет больше внимания России уделять? Обама или Ромни? Я думаю, как раз слушатель был прав, что уже не имеет значения. Если это будет Обама, то он также обращать столько внимания, как он обращал на Россию в начале своего первого срока, он больше не будет. Это предвыборная кампания как раз Владимира Путина показала, что перезагрузка особо никого не интересовала в Москве. Это была какая-то игра. Может быть, ждали какую-то выгоду от нее, не получили. И антиамериканизм стал во время предвыборной кампании Путина ключевой момент, ключевой вопрос и большая тема. И это дало Белому дому понять, что перезагрузка как-то не удалась и надо переключаться на другие темы. Американские дипломаты говорят довольно открыто, что уже президент переключается действительно на другие страны, другие отношения. Двухсторонние, потому что видят, что с Россией уже ничего не можно сделать, перезагрузка не удалась. Но это вообще можно сказать, что Россия ушла с повестки дня не только этой предвыборной кампании, но и вообще американской внешней политики. Сергей? Ну, я не сказал бы, потому что Россия не может уйти с повестки дня. Ну, нет, я понимаю, но как первоочередная проблема американской внешней политики. Ну, и что такое первоочередная? Наряду с Ираком, наряду с Ираном. Сейчас, так сказать, перенесен центр тяжести, и это тоже становится такой некой самой уже общей мыслью в официальных документах. Вот Юго-Восточная Азия. Вот проблемы, которые там, опасности, которые там. Ну, и потом, конечно же, Иран. И ядерная программа Иран-Корея. Фактор Китая как экономического вызова, исходящего оттуда, так, собственно, и вызова безопасности. То же самое. Но Россию, повторяю, никуда не деть, и есть здесь такая простая и сложная вещь, как совместный демонтаж машин холодной войны. Вот который, он может быть только совместный. А у нас, как любят говорят журналисты, накоплены горы оружия. И эти горы до сих пор существуют. Они, может быть, так сказать, не манбланы там, но очень высокие. Ну, какой демонтаж, Сергей Константинович? Ну, сейчас же уже, глядя на то, что программу, российскую программу перевооружений на эти самые, на 700 миллиардов, глядя на новую риторику Путина, по-моему, речь идет вообще о новой холодной войне. Вот сейчас были испытания ракеты, новые воеводы, явно совершенно такое перед выборами в США. Да, значит, говоря языком, экспертным военно-промышленный комплекс своей позиции не сдает. Вот, и дорожки протоптанные наверх, значит, они остаются и не зарастают. И с этой точки зрения для, во множественном числе, для халманских, да, Ромнин был бы гораздо лучше. Потому что тут-то это было все оправдано. Тут вот эти 20 триллионов, да, вот, в рублях, да, они бы себя полностью оправдали. И мы знаем уже, как на это счет. Ну, да, я имел в виду 700, 700, 700 миллиардов долларов. Да, понятно. Вот это все. А что делать с Обамой? Вот что делать с Обамой вот этим людям? Тут надо будет как-то, все-таки как-то, хоть у нас не обязательно все уж так уж объяснять, но что-то все-таки надо себе, окружающим, каких-то... Да в беседах по телефону, кстати, которые вот по поводу антиамериканизма. Да, конечно, он расцвел пышным цветом, так сказать, и люди вот эти вот... не креативные, ну, условно говоря, значит, многие на это купились, это традиционно, это в нашей все крови, мы все время... Да наше телевидение, посмотрите, у нас что не фильм, то это самый американский заговор, документальные свидетельства, там, масоны, вот это какое-то такое время перемен, все это вываливается, непонятно что. Но вот для военно-промышленного корпуса, конечно же, значит, выгоднее, ровнее, да. С Обамой, с Обамой отношения сохранились, отношения первых лиц сохранились. И после предвыборной кампании, вы помните, что был телефонный разговор, который был освещен у нас, да, в прессе, что вот, так сказать, президенты поняли друг друга, что это была вот привязка к кампании, и не более того. Поэтому мир изменился, да, он носит, как вы верно сказали, сетевой характер, в том числе сетевой, и что просто можно позвонить по телефону. Брежнев по телефону звонил крайне редко, и то госпоже Индириганте, да, по праздникам. Вот. А сейчас это в порядке вещей. О чем говорят эти великие люди? Мы ведь подчас не знаем, можем только догадываться. Но мир сохранен, в том числе, и стал более безопасным, в том числе и благодаря этому. И мы помним вот этот самый посыл Обамы, который был сделан, и Ромни про это вспомнил, да, что после выборов у меня будет возможность занять более гибкую позицию по ПРО. Значит, это в устах президента, это уже некоторое обещание такое, понимаете? Понятно. 65 10 99 и 6. Звоните нам и скажите, кого вы хотели бы видеть президентом США? Кто более выгоден России на посту президента США? Обама или Ромни? 65 10 99 и 6. И то же самое идет голосование. Приждите нам смс на номер 5533 с буквой А, если бы вы проголосовали за Обаму, и с буквой Б, если вы голосуете за Ромни. 5533 А, Обама, Б, Ромни. Саймон, ну вот насколько вы согласитесь с тем, что Россия практически уходит с первоочередных позиций, или вот как Сергей говорит, все-таки остается одним из, так сказать, главных внешнеполитических забот, одной из главных забот новой администрации? Я думаю, она уходит и скорее превращается в понимание западных политиков, американских политиков, как возможный спойлер, страна, которая может мешать, но помощи и сотрудничества от нее ждать не стоит. Это кардинально отличается от того менталитета, того подхода, который мы видели из Вашингтона в начале срока Обама. Стоит только вспомнить шпионский скандал 2010 года, говоря о телефонных звонках, когда американцы поймали вот большую группу. Это когда с Анной Чапман, да? Да, Анной Чапман, точно, и вся ее команда. Жаль, что вспоминают эту группу только из Анны Чапмана, там были наиболее интересные личности, с другими достоинствами, да. Точно, но надо вспомнить, как они, Соединенные Штаты и Россия, решили эту проблему очень быстро. Это все решалось буквально в течение нескольких дней, и явно, что был телефонный звонок. Обама позвонил Медведеву или наоборот, и они решили это в течение пяти минут. Давайте не поднимать шум, давайте это как-то доброжелательно закончим. Это была Медведевская эпоха, Медведев любил айфоны. Да, это прошло. Это прошло. 65, 10, 99, 6. Обама или Ромни? Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мое мнение такое, что все-таки наши действующие власти, как сейчас модно говорить, режимы все-таки более выгодны, если бы победил Ромни на этих выборах, потому что все-таки использовать Америку как некую вот эту универсальную страшилку очень удобно, очень удобно объяснять очень многие вещи, в том числе и все внутренние дела. Объяснять это хорошо, очень удобно. Поэтому я думаю, что в Кремле были бы очень рады. Это в Кремле, а вам лично? Кто вы считаете вообще для будущего мира, для будущего России? Я считаю, что все-таки Обама, он все-таки более развернут на такое у него. Он уже некий такой заложник все-таки своего этого имиджа, да, такого мирового парня. Ему это очень нравится, очевидно. Я думаю, что мне кажется, что он эту роль уже теперь вынужден даже где-то играть. И ему, ну и видно, он делает это с удовольствием, очевидно. Поэтому я думаю, что для всех было бы лучше, если бы это было. Потому что все-таки республиканцы, они всегда разыгрывали этот позырь. Ну да, противостояние и войны. Да, да, в общем-то да, это тоже вот такое. Хотя я думаю, сейчас Америка в таком состоянии, что они все-таки сосредоточены на внутренних больших проблемах. И действительно, не зря вот Россия ушла у них с этой повестки дня. Я думаю, что, в общем-то, и вот это заявление Ромни, что он говорил там, что вот Россия остается нашим геополитическим. Врагом номер один, это все-таки такая вот игра тоже на таких настроениях населения, как и у нас. Скажем так, малообразованных и, ну таких, если ты можешь так сказать, люмпинизированных, которые готовы там какие-то фермы, извините, проголосовать, да, человек. То есть такое население, которое традиционно голосует за республиканство, привыкли, которые пугают красной чумой там и так далее. Ясно, Владимир, спасибо. Обама или Ромни, пришлите нам смс на номер 5533 с буквой А, если вы за Обаму, и с буквой Б, если вы за Ромни. Или звоните нам по телефону 65 10 99 6. Вартан на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, на мой взгляд, для нашей страны в любом случае более выгодно будет иметь Митта Ромни, все-таки, нежели Обаму. Потому что, ну, политика, которую он будет проводить, будет более открытая. Хотя, по сути, конечно, будет одно и то же. Что в одном, что в другом, в случае, действительно, вещи будут называться своими словами. Там из Градов. Понятно. И хорошо для нашей страны, а как бы для, вообще, для будущего мировой системы, для будущего мира, кто тоже, Ромни, вы считаете, может проводить ответственную внешнюю политику? Ну, вы же понимаете, что, на самом деле, это что пекси, что кола одно и то же. Особых различий на самом деле нет. Понятно. Ну, а в плане такой вот конфронтации, конечно, когда демократы, наша страна всегда проигрывалась, потому что это технологии, связанные, скорее, вот, ну, со всякими социальными науками. А тут у нас гораздо хуже, нежели в военном секторе. Понятно. Так что, в общем, вы ставите на войну и на продолжение конфронтации, фактически, уходит. Ну, вы знаете, вот здесь очень интересно, действительно, подмечают то, что республиканцы, они связаны больше с военно-промышленным комплексом, с технологиями конфронтации, со старой экономикой, с нефтяной экономикой. А нефть, опять-таки, это ограниченный ресурс, да? В то время как демократы, так же, как побережье, да, они связаны с новыми информационными технологиями, которые, да, не ограничены ресурсы. Соответственно, они более кооперативные получаются. Да, Саймон? Думаю, это не только стереотипы, да, история действительно показывает, что эти взаимосвязи есть. И, смотрите, мне кажется, тоже по истории, если посмотреть, Россия до этого Советскому Союзу как-то была всегда сложнее с демократами, потому что демократы рано или поздно поднимали вопросы прав человека, как, скажем, Картер. И, собственно, наступление Картера, оно в большой степени заложило бомбу, которая взорвала Советский Союз и с Хельсинским совещанием, и с, так сказать, эмиграцией и так далее. А республиканцы, какая бы ни была у них жесткая риторика, вот, скажем, как тот же Рейган, казалось бы, пришел Рейган разоружать Советский Союз или, там, не знаю, Буш и Путин. Вот, они как-то быстрее друг друга понимают и договариваются на глобальном. Ну да, то есть Россия, понимаете, фактически глобальный игрок геостратегический. Демократы не играют в эти игры, да, им важнее информационная технология, а республиканцы играют в эту геополитическую игру и нашим спокойнее в этой геополитической игре. Может быть, но здесь надо вспомнить 2004 год, когда Путин отменил губернаторские выборы, да, после Беслана, и его очень жестко критиковал за это Буш, госсекретарь его, и, как мне кажется, это Путина очень обидело. Там они очень жестко поднимали вопрос права человека и демократизации, демократии, несмотря на то, что было крайне невыгодно тогда Белому Дому этого делать, потому что Россия и лично Путин довольно сильно и активно поддерживали войну в Афганистане, сотрудничали, и не было никакой конфронтации. Но после этого уже пошло ухудшение, потому что вот эта критика, которая звучала, опять же, со стороны республиканской администрации Белого Дома, дала понять, что и демократы, и республиканцы будут об этом говорить. Понятно. Последний вопрос, поскольку время наше в эфире уже кончается. Вот это говорили, что Пепси, что Кола. Насколько двухпартийная система представляет весь спектр мнений и опций в американском обществе? Ну, здесь нет препятствий для третьих партий особых. Я думаю, довольно хорошо представляет. Если появляется какая-то тема, которая выходит из этого спектра республиканцев-демократов, то эти партии подстраиваются и вырабатывают политику по этому вопросу. Ну, невзирая на то, что, скажем, говорят наши официальные пропагандисты, статья Чурова была вчера в российской газете, все-таки двухпартийная система является достаточно демократичной для Америки. Ну, конкуренция есть. Мы же до сих пор не знаем, кто победит через неделю. Мы не знаем. Ваш прогноз, если очень коротко. Обама? Обама. На это надеюсь. Сергей Знобищев? Я думаю, процентов 75 Обама. Процентов 75 Обама. Ну что ж, узнаем очень скоро. Наши слушатели голосуют так. 75% как Сергей Константинович, это Обама, 25% это Ромни. Ну, а я должен сказать, что сегодня у нас праздник Хэллоуин, и несмотря на то, что в некоторых регионах нашей страны, например, на Кубани он запрещен, мы его по-прежнему празднуем. Так что давайте праздновать и веселиться, пока нам это позволено в формате 16+, и брать от англосаксонского мира все хорошее, будь то Хэллоуин или свободные и честные выборы. Спасибо нашим гостям. Это была программа Археология. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи.